привет зрителям знал бы ты какое-то по счету видео у меня все еще стоит на жрет и планшет который управляет жертой камера тоже короче у меня очень поздний ужин потому что мне сегодня приспичило кучу видео записать распаковка уход парфюм пустые баночки пустые баночки еды вот это вот видимо это шестое наверно между нами тепло доверие каши вкус 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 сушеными овощами вы даете работу людям с особенностями развития витамин е фосфор витамин b5 заварим упаковки 7 минут ложка била внутри но я в этот раз практически открыла я хочу это заварить не упаковки в любимой мисочки который меня смотрит не поставить видно сейчас я это зафоткаю я уже не палюсь у меня тут телефон потому что его уже как бы показала потому что я потом буду писать еще отдых на арик так не ложечку у нас тут есть пусть обратно идет а то он у меня бедный оголодал хотя он уже на 28 процентов зарядился потом сделаю отдельный но в смысле монтаж на него сделаю это очень быстрая зарядка мне как раз недавно скипел чайник ты не смотришь у меня тут баррикада у меня два суток была проблема с водой в этом районе в нашем и поэтому у меня еще в кастрюлях есть вода потому что я не уверена что у нас до конца это все сделали ибо я сегодня думала что все сделали полежу в ванной мне оказалось ничего не сделали нам просто на вечер давали воды чтобы люди смогли там помыть это свои посуды и так далее кошка ты хочешь туда запрыгнуть а тут крышечка от камеры коробочка в которой сейчас вообще микрофон пушка лежит потому что ну вот как-то он лежит на самом деле там еще куча проводов от камеры нет есть пара бананов у меня тут есть штука я похоже уже покупала но решила купить еще ну как бы я на подарки взяла такие вот на озон и себе заодно к чаю тут у нас мука пшеничная хлебопекарская высшего сорта сахар патока крахмальная карамельная масло сливочное фисташки вода питьевая регулятор кислотности лимонная кислота внимание возможно следы арахиса ореха кунжурта и продуктов их переработки свеженькая 18 февраля сегодня у нас 28 восточный десерт пишмании с фисташкой 250 грамм мы потом с тобой зрителя тащаем попью тут короче как 7 минут надо ждать стряхнуть упаковку расправить видно открыть по верхним насечкам залить кипятком два к одному там было полтора к одному тут два к одному надеюсь в этот раз нужное количество воды пардон буквала оговорюсь по фрейду еды потому что есть хочу хорошенько не оговорюсь полетки просто оговорюсь хорошенько перемешать отговариваю с голода закрыть замком и подождите минуту оторвать от нижней отсечки для удобства приятного аппетита но я хорошенько перемешаю после того как оно остается там мне еще осталось гречка с грибами я ее может быть тоже в этой пакетике так же говорю тут короче я только сейчас поняла он по моему двойной как пакетик ну или так кажется потому что внутри то тут фольга как же есть фотосо знал бы ты зритель там что-то даже немножко еще осталось какие-то мелкие фракции чё у нас в составе кускус сушеные овощи морковь лук корень сельдерея паприка укроп розовая соль что у нас тут написано каши создаются создают ручной работники с ментальными особенностями каши это встреча разговоры обучения тоже наших работников коля учиться считать ира учиться не расстраиваться когда что-то не выходит а вас просто гордиться своей работой мы учим все вместе с ребятами и радуемся поддержки критики советам любой помощи если вам вдруг что-то не понравилось пожалуйста напишите нам и об этом команда между нами с теплом доверием кашами и благодарностью артикул я оставлю в инфобоксе можно найти на зонного обертель покупала с сэп покупалась трех каш на озон срок годности 12 месяцев 25 07 23 создана делаться в городе пушкине в санкт-петербург ну санкт-петербург город пушкин дима город пушкин как-то запчасти санкт-петербург а не на что сейчас там за последние 11 лет случилось последний раз был а питер в 2013 году они есть в инстаграм вконтакте и фейсбуке а еще не есть свой сайт мн каша точка ру я время конечно не засекла сколько тут трендучу поэтому наверно пока временно прервусь я думаю что она уже заварилась а я успел еще постик в инстаграм залить того что сегодня обзорила но еще не монтировала даже сейчас я перемешаю все равно мне немножко жидковато получилось люблю я воды дам набухать сейчас я гляну как она видно нет вот короче вот может правда тут все опять приблизить приблизить сейчас подкорректирую чтобы голову не следовало при этом поближе было ну а может оставлю так ладно думаю вы увидите со своих утюгов вообще думаю может мне взять хлебушка к этому всему необычно у меня тут просто слегка налилось а тряпочка для стекол что я ей только не делаю крышка думаю можно убрать сюда крышка которая покрывала тарелочку места пакетика ну пакетики же если заваривать я кускус как бы крайне редко делаю сама ну да вот это белая на это корень сельдерея морковь я вижу лук наверное да лук я тоже вижу паприка укропа розовая соль паприку наверно я тоже вижу ой я забыла у меня помада за ивенушка на губах от обзоров осталось что я потом те курочки дам ну что я не уверен что ты есть будешь такое вот очень выручает такая вещь учитывая что я сегодня кучу видео записала что-то делала но как-то мне было не не до приготовить еды я тут залил скепетил чайник залил 7 минут и все готово я хотела кусочек хлебушка дать да я прямо где-то купила хлеба он конечно не первой спереди он был позавчерашнего дня но мягкий а такой хлеб кстати хорошо долго кланится даниловский коломенский зерновой на закладке нормальным составом и ложка удобная можно было конечно другую ложку взять но она удобная наверное пакеты вот эти упаковки сами пакеты и ложки на покупают где-то они на базе я не знаю как не сами делают эти ложки можно как-то самим делать ну сама задумка очень хорошая а еще лучше что люди подобными сложностями в жизни имеют желание развиваться не смотря ни на что Mhm я ж не докладкау наверное наше любимое чуть ли не влюблю Кучерут. Ай, камера. Так, ну тут надо поменьше сделать форматик. Даже вот так же вот. Для отзыва. Раньше я фоткала еду, когда готовила на купе, чтобы рецепт зафигачить. А теперь я так делаю. Для отзыва на Айрику. Вообще тут все в достатке. Не хочется ни поперчить, ни посолить, ни что-то еще. Очень гармоничный вкус. Молодцы, ребята. У меня тут что-то кудит. Но я не поняла, что ли это за холодильник, то ли. Свет на потолке. Сейчас попробую соединить камеру. Она тоже как бы на сети. Но тут вроде как есть еще зарядка. По крайней мере, ее должно хватить количество зарядки. На процент моего поедания. Я нашла провод. По-моему, он с камерой, но я не знаю что-то. Видимо, из-за вот этого провода шел шум. Может, он с этим зарядным густостом не очень состоит. У меня такое ощущение, что это у меня второй прием пищи на сегодня. Сначала у меня было лет. Да, походу на озоновый березь. Да, вот оно соответствует картинке-то. Только тут рассыпчат, а у меня как суп опять вышел. Мне кажется, такое даже хорошо, вот если в деревню какую-нибудь едешь. Ну или куда-то едешь. Где проблема с готовкой, но при этом кушать нормально хочется. Никакие-то там бпшки. У меня тут жидкости теперь осталось. У меня тут жидкости теперь осталось. А тут все свои. Я бы еще такой пакетик за. Видимо, просто я очень хотела есть. Сейчас я тут уберу на лючее. Ну что, я снова тут сделала зеленый порошковый чай с молоком. Что за чай, можете глянуть вынести. Что за молоко, точно так же можете глянуть вынести. Почему без камеры? Просто у меня там уже было как бы немножко. Но концентрированно я добавила еще воды. Прям распаковка. Это удобнее всего есть лукой. Так, где там это было? Маленькая вилочка детская. по вкусу оно напоминает песочное печенье юбилейное либо похожее такое песочное печенье типа как юбилейное вот это в меру складка у меня как-то до этого была покупала мне кажется даже нигде не упоминала что его покупала даже зафоткать не успела хотя хотела отзыв на арика ставить но слопала за два дня но была более сладкая ну в смысле очень такой притом возможно слышно кошку алиску она страдает хочет чтоб не поиграли в котеночку я даже принесла мне этого котеночка и положила на входе в кухню на полу я и конечно его уже кидала но я очень хотела есть поэтому искал сначала я поем а потом снова покидаю и подольше этого котеночка берёвочки я кстати видела в инсте не на youtube как это делается и может когда-нибудь созрею сама я тоже сделаю снег свалился с крыши возможно было слышно нас там то снег то дождь то тает то не тает лед в огромном количестве на дорогах и те кто отъезжают за посыпку песком этого всего куда-то делись вместе с песком сегодня на базе озом на выходе обнаружила ну как потом выяснилось сотрудница базы сказал что нам специально сама сыпала землей а у вайберис видимо даже человек который работает на вайберис по воздух летает конечно основную ситуацию это не сползает потому что там от одного пункта до другого от остановки до пункта и дома до остановки это каток практически везде но все же было приятно обнаружить некую заботу от сотрудников базы озон о своих клиентах кстати люди кто пешмане пробовал дайте знать каменты вам тоже кажется что оно по вкусу как печенье юбилейное ну и просто как печенье песочное присташки там такая мелкая крошка к клею я их вижу Налепляется на вилку, я подозреваю, у меня половина физиономии в этой же штуке. Кстати, что там нарисовано-то? Ну да, тут также вот мелкая фракция нарисована этой фисташки. А то какую-то я смотрела, там как бы шарики и сверху фисташки. На этикетке, я в отзывах смотрю, там кот наплакал. Артикул, как на это, как и на это, ставлю тоже на сабоксе. Мало ли кто-то захочет себе такую штуку вкусную купить. Я когда-то давно покупала упаковку, но именно шариками, в магазине с восточными специями, там орешки, еще что-то, который в Ашане был. Вроде и так сейчас там есть, но там то ли продавец сменился, то ли хозяин. И больше ничего вот такого нету. И оно по вкусу было немножко другое, именно вот такими шариками реально. Называлась она хлопковая хала. Я реально думала, что я дерусь из лобки. Здесь лобка. А оказалось, это просто из чиничной муки. КОНЕЦ. АНЕЦ. ИНТРИГУЮЩАНИЯ. Да, зритель, ты правильно понимаешь, что будет что-то типа «я пою», если хотите поддержать канал, где-то будет облако, можете это сделать. Если я что-то кому-то обещала записать, то никак не запишу, можете мне напомнить. Про видео вопросов, ответов и позитива я помню, постараюсь его как-нибудь записать и то и другое. Ну и там еще был запрос насчет экономии, я тоже про него помню. Не сейчас помнила, а вообще помню. Очень все вкусненькое. Вот эта штучка и халва, и зеленый порошковый чай с молоком. Ну, я надеюсь, вы тоже поели, ну и как бы это, вы обычно мне пишите в комментах «приятного аппетита», я вам по скрипту вам говорю заранее тоже «приятного аппетита». Ну и спасибо за просмотр, пока!